За дымом сигарет А может быть и то, что вы, это не все, и ты Как видно, я чуть пьян, мне чувство самообману Шепнул побыть с тобой Бог с ним, что не так, ты сердце в саркофаг открой Друг другу мы простили, что вся любовь началась И так смогли, забыли все, что кроме нас Нам головы закружит бесстыдная игра Дождь засточен, по лужам до утра Я чушь болтать готов, хоть ясно и без слов Что все обману и лезть Но вряд ли я смогу сказать все наяву, как есть Ты знаешь все сама Забудутся слова Пройдет каприз Любви Но тайну о весне и память обо мне храни Друг другу мы простили, что вся любовь началась И как смогли, забыли все, что кроме нас Нам головы закружит бесстыдная игра Дождь засточен, по лужам до утра Дождь засточен, по лужам до утра Ты бегал, ты бегал, ты бегал, ты бегал, ты бегал Друг другу мы простили, что вся любовь началась И как смогу забыть все, что кроме нас. Нам головы закружит бесстыдная игра. Дождь застучи по лужам до утра. До утра. До утра. До утра. Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Как всегда, в это время в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Великолепный день, прекрасная погода, хотя два раза обещали дождь с грозой, так этого и не произошло. Ну а в гостях у меня сегодня просто великолепная компания. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора Гомельской областной филармонии Елена Константиновна Соколова. Здравствуйте. Здравствуйте. И великолепный певец, прекрасный артист, солист камерного хора Гомельской областной филармонии и, я скажу все-таки, это композитор Александр Александрович Абросимов. Здравствуйте. Добрый вечер. Значит, начали мы этот вечер с композиции вашего производства, автор музыки, автор слов Александра Абросимова «Встреча». И, вы знаете, слушал я эту мелодию и вспомнил, что сегодня еще великолепное событие. Сегодня у многих школьников прозвенел последний звонок, поэтому хочу начать наш разговор. Елена Константинова, помните ли вы ваш последний звонок? Я прекрасно это помню. Вообще, когда я жила еще в городе Краснодаре, вот, и училась там, потом в музыкальном колледже, искусству училась. И, конечно же, я помню его очень хорошо. Это был прекрасный вечер, веселье, это была радость, что мы становимся взрослыми, что мы наконец-то становимся взрослыми. Ну, а жаль было, что школу заканчиваете? Ну, даже этого я вот не помню, но, наверное, жаль. Александр Александрович, а вы свой последний звонок помните? К сожалению, Александр нет. Так частично, может, что-то припоминается. Но я помню, как первый звонок, вот это я помню. Ну, я думаю, что первый звонок все помнят. Меня даже спросили, говорят, а что ты хочешь учить? Я говорю, немецкий язык хочу учить, немецкий. Не знаю, почему. Ну, скажите, вы учили такие немецкие языки? Ну, чуть-чуть, конечно, конечно, да. Немножко могу. Когда мы ездим с Лен-Константиной в Германию, бывает, много строить. То есть вы у камерного хора не только как один из ведущих солистов, но еще и как переводчик? Нет, не переводчик, в всяком случае я понимаю, что они говорят. Я даже могу что-то объяснить им. Хочу ли я пиво, например. Да или нет. Ну, так вот. То есть на таком уровне я могу еще немножко разговаривать. Я всем нашим зрителям хочу напомнить, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире, а это значит, что мы ждем ваши звонки к нам в студию. Давайте общаться, ведь такой хороший вечер. У меня великолепные гости. Ну, а также наш Viber готов уже принимать ваши послания. Пишите, задавайте ваши вопросы, делите своими впечатлениями, комментариями и о дне сегодняшнем, и о хорошем настроении, о хорошей музыке, ну и вообще давайте больше общаться. Вот еще один хороший повод сегодня. Буквально послезавтра к нам придет лето. Вы уже придумали, как его проведете? В гастролях, в работе, либо все-таки посвятите это время отдыху и какой-то неге? Это отдых для меня должен быть, потому что работа очень напряженная. И, конечно же, у меня есть большие обязанности еще перед моими детьми. У моего сына, мой внук, которому скоро будет 4 года, он нуждается тоже в моем общении. Вот. Я с ним хочу общаться и хочу помочь немного этой молодой семье. Каким образом? Отдыхая где-то, я беру на себя полностью этого внука, вот, начинаю его опекать, играть с ним, чтобы отдохнули мои дети. Вот такой у меня будет отдых. Александр Александрович. Я, конечно, тоже хочу отдыхать. Я думаю, что и ты тоже не хочешь отдыхать. Ну, естественно, это же нормальное желание. Работа, работа, а летом как-то хочется на море сесть. Я надеюсь, что поедем на море, отдохнем, поплавим в маске, там, рыбок посмотрю. Это, безусловно, хорошо и великолепно, но я хочу затронуть еще один большой повод, который связан и с музыкальным миром нашего города, и в частности с творческой биографией художества, вашего коллектива камерного хора Гомельской областной филармонии. Совсем скоро вы представите публике большой музыкальный проект «Хоровые фантазии». Немножко пообщавшись с вашими коллегами, разузнал кое-какую информацию. Александр Александрович, если не ошибаюсь, название придумали вы. Да. Больше про этот проект я ничего не знаю, поэтому очень рассчитываю на то, что все тайны вы мне сегодня раскроете. Дело в том, что авторский вечер Александра Абросимова планировался провести не один раз. В Гомеле мы провели его, затем мы планировали в других городах Белоруссии или, может быть, даже нашей области. К сожалению, это никогда не происходит. Понимаете? Поэтому оставить вот этот концерт в единственном, так сказать, числе исполнения, я считаю, неправильным. Поэтому два концерта у нас сольных было в этом году камерного хора. Это, как всегда, традиционный рождественский концерт и традиционный пасхальный концерт. Так? Там звучала классика, высокая музыка. Вот. Теперь я уже думаю, что нам надо что-то контрастное сделать. А контрастное – это вот эти произведения, которые пишет Александр Александрович. Но он пишет помимо эстрады, он пишет, конечно же, и духовную музыку, и романсы. Поэтому мы все это покажем. Я думаю, что это будет очень интересно слушателям, потому что это будет совершенно другой план. Понимаете? План концерта будет. Я думаю, что Александр Александрович очень этому рад, этому событию. Вот. И приглашаем, имея возможность сегодня, приглашаем наших слушателей, наших поклонников на концерт, который будет проходить в библиотеке имени Ленина. А, причем в фойе, там, где хорошая акустика, и вот там мы постараемся это все пропеть. Так, вам успеха желаю, Александр Александрович. И вам тоже. Безусловно, я думаю, совсем скоро и наши зрители присоединятся с пожеланиями успеха, ну, или, может быть, какими-то… Хорошо, чтобы было здоровье, голос звучал. Это самое главное. Кстати, раскройте секрет для того, чтобы голос звучал. Вот что вы с ним делаете? Ничего. Или все-таки это генетика, которая… Нет, дело не в этом. Самое главное для человека, для певца, это не нервничать. Хуже всего влияет на голос, это когда он, ну, нервничает. Неприятности, стрессы какие-то. Даже там не так куриво влияет, хотя я бросил лично. Это мне не мешало, как баритон, она мне не мешает, курить не мешало. Но я бросил по другой причине. А самое главное – это не нервничать. Да любому человеку это главное нервничать. А тем более певцу. Все. Есть секрет. Друзья, еще одна тайна раскрыта. Не нервничайте, и все в жизни будет хорошо. Елена Константиновна, вот затронули вы и пасхальные концерты, и рождественские концерты, светской музыки. Скажите, что еще хор не спел? Вы знаете что, я не представляю себе, что он еще не пел, потому что весь объем, спектр именно этого хорового пения, все у нас присутствует. Это и крупная форма, крупная форма, то есть мы исполняем произведения с оркестром камерным, можем с большим оркестром исполнять. Это, конечно же, реквимы, мессы, оперные хоры, это крупная форма. Дальше, шедевры славянской духовной музыки, мы всегда поем духовную музыку. Классика, классика вообще основа музыки, классика – это эталон. И я всегда думаю, знаете о чем? О том, чтобы надо приложить какие-то страшные усилия для того, чтобы сохранить классику. Ведь классика – это самое главное, что может быть. Эта музыка ведет человека к возвышенному, а не к низменному. Меня немножечко огорчает то, что сейчас музыка переходит в сферу обслуживания, в забаву. Вот это неправильно. Пускай будет разная музыка, но классику никогда нельзя отталкивать, потому что именно классика воздействует на духовное состояние человека. А для молодежи это эстетическое и нравственное воспитание. Ну, я скажу больше, именно классическая музыка, по-моему, приводит нервную систему в порядок. Совершенно справедливо. Вот, это в продолжении вашего совета, вашей рекомендации. Совершенно справедливо. А ведь в следующем году у хора будет еще одно большое событие. У камерного хора Гомельской областной флормонии будет юбилей. И вы знаете, в связи с этим у меня вопрос для наших зрителей. Сколько лет в следующем году исполняется камерному хору Гомельской областной филармонии? Ну, а победитель получит приз. Вот этот пригласительный билет на две персоны на концерт, который состоится 1 июля в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. Концерт называется «Хоровая фантазия». Друзья, поверьте, с огромным удовольствием бы оставил бы этот билет себе, но нет, кому-то он достанется из вас. И напомню, что все ваши варианты ответов мы принимаем только по телефону. Звоните, говорите, давайте будем больше общаться. Этот год. Ну, вот лето считается это как закрытие сезона или... Лето, да, закрытие. 1 октября открытие сезона концертного. Всегда. И День музыки. Этот год. Можно ли вспомнить, где ездили, где бывали, всю ли Гомельщину объехали? Ну, даже не за этот год, а за всю историю существования хора. Ну, в этом году у нас были прекрасные концерты в городе Пинске, потому что впервые в этом храме, которому больше 600 лет, 600 лет так, пел камерный хор Гомельской филармонии. По разрешению кардинала из Польши. Играл орган, пели певцы, но никогда не звучал хор. И мы убедили, с администратором нашим, убедили Ксенза. И он, вы знаете, пошел на это. Так вы были первыми? Да, мы были первыми, которые пели в этом храме, пели духовную музыку. Ну, конечно, на латинском языке и духовную музыку, и русскую тоже мы пели, и солисты пели наши. Понимаете, это было мне очень странно, но начало всегда трудно, правда? И поэтому студенты, которые присутствовали на этом концерте, это были студенты высшей коллегии. Скажите, а что стало, скажем так, самым весомым доводом, чтобы хору дали разрешение выступить? Ну, наверное, то, что прозвучит прекрасная музыка, которая никогда не звучала в вашем храме. И что она очень необходима и вашим студентам, в том числе, будущим Ксензам, которые учатся здесь. Я думаю, что это правильно. Всегда то, что незнакомо, всегда он очень трудно идет. Понимаете? Продвигается трудно. Это первое. Дальше мы вместе с фольклорным ансамблем «Славянская песня», руководитель Максим Марквальд. Мы были, камерный хор и этот ансамбль, мы были в Германии. Город Альфельд, это около Ганновера. Там прекрасный фонд помощи детям Чернобыля. Они организовали для нас там концерты. Я думаю, что это незабываемое событие. И прекрасное время в Германии. Вот такие вот два больших события. Ну и, конечно, наши концерты, которые мы каждый год проводим. Для нас это экзамен. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я сдаю экзамен. Это моя исповедь. Даже сейчас? Исповедь перед слушателями, которые здесь находятся. Друзья мои, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Я уже успел задать вопрос. Вопрос следующий. Сколько лет в следующем году исполнится камерный хорум Гомельской областной филармонии? И победитель в хорошей компании отправится на концерт «Хоровая фантазия», который состоится в нашем городе уже совсем скоро, 1 июля. Так что звоните и предлагайте ваши варианты ответов. Ну а я предлагаю все-таки сейчас посмотреть фрагмент выступления камерного хора Гомельской областной филармонии, которым вы руководите. А после продолжим наш добрый вечер. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодиско 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 Субтитры создавал DimaTorzok Может не очень хорошо, но знаком Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодиско Аплодиско Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, родители у меня были врачи Но оба они были очень интеллигентными людьми Они знали искусство, музыку Мама исполняла прекрасно оперные арии Потому что дед мой, дед был вообще музыкант Хотя он и был руководителем, директором двух текстильных фабрик Но он получил образование в Вене Он играл на органе, играл на скрипке Прекрасно пел Великолепный у него был тенор И вот мама, конечно, в такой обстановке находившись Она очень полюбила музыку Классику А почему же тогда пошла в доктора? Я даже не знаю, почему она пошла в музыку Но, по крайней мере, когда я собиралась избирать свою профессию Она мне сказала Тебе ни в коем случае нельзя быть врачом Я хотела когда-то У тебя другой совершенно характер И я пошла в музыкальный колледж, училище в Краснодаре А потом закончила Гольковскую консерваторию имени Глинки Оперный факультет оперного дирижирования И я очень горжусь тем, я всегда это говорю Что Владимир Спиваков, всемирно известный человек Мы учились вместе у одних преподавателей Вот так музыка вошла в мою жизнь Я нисколько не жалею об этом И вы знаете, наоборот, я счастлива Что это вот... Я как бы избранник являюсь Потому что та музыка, которую мы поем, она непростая Ну хорошо, а если бы у вас, скажем так, появился выбор Переписать что-то, переиграть, что-то поменять Вы бы... Нет Я ничего бы не поменяла в моей жизни Более того, у меня была возможность уехать в Европу работать И в Гамбурге, и в Юрцбурге Но я не смогла оставить свой хор Потому что очень много у нас связывает нас с этими людьми, которые стоят здесь То есть они... Это фанаты, понимаете? Это люди, которые работают, не понимая, как они могут без этого жить И может быть даже их вознаграждение недостаточно высокое, какое могло бы быть Но вместе с тем они служат высокому искусству Александр Александрович, а вот, знаете, познакомился впервые с вами и с вашим творчеством Уже когда... Я впервые вас увидел на сцене именно в составе камерного хора Музыка в вашу жизнь как давно пришла? Кто кого первонашел? Кто кого, скажем так, зацепил? Ну нет, я пару слов сейчас скажу, как попала музыка В то время, когда я был маленький еще Была такая привычка у родителей, наверное, у многих Выводить просто детей куда-то учиться На рояль, кто на баян, кто на что Вас куда отправили? Я пришел, когда меня мама отдала на баян И мне так это не понравилось Я сломал, когда-то палец ходил заниматься в бассейн Спортом занимался, плавал И так радовался, что мне не надо играть на баяне Что мне не надо писать русский язык Я сломал палец, как ему играть Я этого радовался Но потом, когда прошло время Мне мой педагог еще говорил Придется аж время, и ты поймешь Что ты не прав в том Потому что тебе это не нравится Подтянет тебя, потому что тебе дано Подтянет, и так оно и случилось Вот так получилось, что я связал свою жизнь с музыкой Хотя поначалу не хотел Продолжили заниматься? Я продолжил, конечно Когда палец зажил Сначала бросил Сначала бросил А потом все-таки продолжил Но уже как бы сам Сначала я учился А потом продолжил уже сам Самообразованием заниматься Хорошо, но начинали с баяна А все-таки оказались в вокальном коллективе А ну, петь мне всегда нравилось Я еще в детском садике пел А помните песню, какую первую исполнили? Я пел, как солист Играла пианистка Хор подпевал Я пел Дымилась роща Под горою А вместе с ней горел закат Вот такую песню И хор подпел Ля-ля Тра-ля-ля Вы понимаете, что только что В нашей программе прозвучал Самый настоящий эксклюзив? Потому что ни на одном концерте В вашем исполнении Эти строчки мы вряд ли услышим Но я к тому, что я любил петь всегда Елена Константиновна А для меня это счастье, что я Вот познакомилась с Александром Абросимов И он оказался в камерном хоре Это не случайность Многие говорят, это случайно Ничего случайного в этом мире нет Почему он оказался в нашем коллективе Вот И 30 лет Он уже находится Поет И дарит людям радость Дарит свое творчество 30 лет так же, как и я Я тоже в 1989 году пришла в филармонию 30, ровно 30 лет будет 1 августа Вот И вот эти люди Их несколько человек в нашем хоре Они меня поддерживают Это Драгунская Ирина Батюк Галина Это Липская Это Захарченко Наталья Вот Лукомский Павел Лукомский Это Дударев Солист наш Александр Дударев Понимаете, вот это костяк Которому нет цены просто Именно этот костяк Потому что все можно остальное прибавить Но вот то, что вот основа этого Вот эти люди Которых я очень люблю Уважаю И желаю им много лета И здоровья И чтобы они еще дольше Дольше пели в нашем хоре Скажите, на сегодняшний момент Хор уже Ну, скажем так Можно ли сказать, что это Золотой состав Вот как бывает у многих Вокальных коллективов Или все-таки, скажем так Посторонним Вход Разрешен Да Ну, как и любой коллектив Как наш организм Даже не посторонним Новеньким Обновляются клетки В нашем организме Конечно же Обновляется И наш состав То есть Есть несколько человек Которых уже нет В этом мире Которые пели В нашем хоре Вот Приходит молодежь Вот Я очень довольна этим Потому что сначала Они, может быть, не с таким желанием Но потом они Когда увидев атмосферу Которая царит Творческая атмосфера Вот У нас Я просто запретила людям Ссориться друг с другом Потому что это невозможно Понимаете Быть завистливыми Ссориться Это просто Нашему коллективу Это просто нож в сердце Понимаете Нельзя этого делать Просто Давайте договоримся Всегда Можно всегда с любым человеком Договориться С помощью диалога Поэтому У нас все Должно быть спокойно Вот И только творчество Творчество Служение людям Показ этой музыки Вот это самое главное Знаете, о чем хочу еще вас спросить Ну, согласитесь Да В нашем понимании Ваших поклонников Ваших зрителей Дирижер все же Профессия мужская Да Вы согласны с этим? Согласна, конечно Ну, а часто бывает такое Что ваши коллеги-дирижеры Ну, где-то как-то там Вот за кулисами концертного зала Говорят Елена Константиновна Что же вы так вот На мужскую территорию-то? Однажды был такой момент Когда я работала еще У рыбальчинка Александра Алексеевича Значит Приехал один солист из Минска Когда он увидел Молодую девушку Мне было тогда Ну, сколько, не знаю Да Тридцать каких-то Восемь лет Вот И он увидел Что я взяла палочку И встала за пульт Он сказал А что это? Кто это? Как я буду сейчас петь? Я уже забыл Как я сейчас Какие слова мне надо петь? Я, значит, подошла к ним Вы не волнуйтесь Послушайте, возможно, он был очарован Он разочарован Я не знаю, о чем он был разочарован Но потом, когда он исполнил Тупий Закон Прошу прощения На одно колено опустил Сказал Так вы, оказывается, умеете дирижировать Вот я же вам и говорю Он просто был очарован Вашей красотой Ах, вот как Да я не думаю Мне кажется Ну, я думаю, что все Понимаете Настоящий профессионализм Он берет свое И даже можно о нем и не говорить Вся ли музыка подвалась на хору? Да Абсолютно? Абсолютно вся Я сейчас объясню Это еще было, наверное, лет 20 тому назад Когда нас пригласил Шрёдер Канцлер Когда мы пели на немецком языке Огромное произведение Мендельсона Вот эта симфония Вот кантата такая Вы знаете, что Может быть, еще с нами и пели другие хоры Но мы-то исполнили это произведение Хотя еще был один немецкий хор Но он был любительский Значит, основа все-таки была на нашем хоре Вот Я всегда объясняю, что филармонический хор Это совершенно другое Понимаете? Это профессиональный коллектив Которому, как вы сказали Подвластна вся музыка Всего два хора у нас в Беларуси Это Минский государственный камерный хор И Гомельский камерный хор Который на 10 лет раньше был основан Чем Минский хор Вот А остальные хоры Прекрасные хоры Любительские Студенческие И так далее Детские Но филармонические два Извольте держать статус Если это филармонический хор Вы должны петь всю музыку Которая существует в мире Вот возвращаясь к фразе Которая прозвучала буквально недавно Случайностей в этом мире не бывает Нет, не бывает случайностей Если у меня верная информация То следующая композиция Которую также написали и музыку И слова вы, Александр Александрович Композиция называется Я не пророк Я не пророк И собственно говоря Она именно об этом Да, там затрагивается немножко эта тема Именно потому что Случайности Я задумывался в этом мире Или не случайности Я подумал, что не все случайно Хотя там Хотя как знать Я же не пророк Я думаю, что сейчас самое время Услышать эту песню В нашем эфире Александр Абросимов Композиция Я не пророк На телеканале Беларусь 4 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Адриана Челентана и тому подобное! В общем, я очень люблю именно этот жанр! Олег Лунстрем, оркестр, вот Поль Мариа, вот эта музыка, понимаете, для меня это как ностальгия! Я очень люблю, понимаете, я опускаюсь в другой мир совершенно, она меня приводит в чувства, такие спокойные, хорошие чувства! Ну, как мы уже неоднократно за сегодняшний вечер говорили, самое главное правило – это не нервничать! Конечно! Потому что, как минимум, это вредно для голосовых связок! Всю жизнь надо учиться этому, владеть собой! Потому что, если человек не владеет собой, как он может владеть коллективом и так далее? Ну, это очень сложно, это работа всей жизни, понимаете, научиться этому, собой управлять! Безусловно! Какой музыки не хватает сегодня, на ваш взгляд? Классики! Ну, все-таки есть же и какие-то новые имена, новые композиторы появляются, кто-то пишет и классическую музыку! Вы знаете, мне… да, пишут классическую музыку! Меня очень всегда раздражает и в негодование приводит, когда современные композиторы берутся что-то изменять в музыке Чайковского и так далее! Понимаете, когда начинают ставить оперы, звучит музыка Чайковского, а режиссура совершенно современная! Вот это я считаю недопустимым в нашем мире, потому что эпоха, стиль должен остаться! Вот! Нельзя ни в коем случае это все менять! Менять костюмы, менять… Ну, это мой взгляд на эти вещи! Вот, далее! Существует современная музыка и очень многое музыка для вокалистов! Я считаю так, как говорила Галина Вишневская, она говорила так! Хотите потерять свой голос? Вокалистам говорила! Исполняйте вот эту музыку! Потому что там просто, понимаете, там нет законов, когда пишут эту музыку! Там вот есть скачки интервалов и так далее! Это невозможно для голоса! Это можно спеть! Но через пять лет вы уже не будете ничего петь! Я поддерживаю полностью Галину Вишневскую в этом вопросе! Вот! Поэтому современная музыка должна быть тоже музыкой, у которой есть тема, мелодия, понимаете? Не набор звуков, не какая-то конструкция музыкальная, а именно музыка! Раз она называется музыкой, так извольте сделать ее музыкой! А музыка – это мелодия! Солица музыки! С вашего позволения загляну к нам в Вайбер! Здесь уже огромное количество посланий! Какое прекрасное исполнение! Восхищается Ольга! Вами, Александр Александрович! Спасибо! Приятно видеть Александра в студии! Спасибо вам! Послание прислала Инна! Какие ваши самые запоминающиеся концерты интересуются наш зритель по имени Игорь? Конечно, наши сольные концерты, юбилейные концерты и за рубежом! Потому что там атмосфера другая! Там очень любят камерную музыку! Понимаете? Очень много людей приходит слушать! Там тоже и эстрада есть, и стадионы! Но именно эталон – это классика звучит! И поэтому вот эти запоминающиеся наши концерты! Первый раз побывала на концерте камерного кора, полюбила классическую музыку! Спасибо за это! Тоже вот кто-то из зрителей написал! Спасибо! Еще пару сообщений! Елена Константиновна, добрейший души человек! Беседовать с ней одно удовольствие! Моя семья, ее обожает Инна! Александр, в отличной форме! Обожаю вас! Вы мой кумир! Много лет люблю! Целую послание! Это Елена! Спасибо! Вы знаете, я бы сейчас хотел, чтобы наш эфир дополнила музыка! Музыка, безусловно, в исполнении камерного хора Гомельской областной филармонии! И как раз тот джаз, про который мы сегодня уже несколько раз говорили! Давайте это услышим на телеканале «Беларусь 4», а после продолжим наш добрый вечер! Музыка, безусловно, в исполнении камерного хора Гомельской области 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 У него спросили про пиле, он говорит, я очень уважаю этого спортсмена, пускай он будет королем футбола, пусть он будет всех времен и народов король, а я просто Диего Марадона. Он еще и скромный к тому же, поэтому мне нравится этот человек, я посвятил ему песню Марадона, так и назвал. Буквально через несколько мгновений эта песня прозвучит в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4». Всем же хочу сказать огромное спасибо за то, что это время, этот вечерний час вы провели вместе с нами. Завтра будет еще один вечер, безусловно он будет добрым, ну а также хочу напомнить, что заходите, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Добрый вечер Гомель», подписывайтесь на наш инстаграм «Беларусь-4 Гомель», ну и смотрите телеканал «Беларусь-4». А наш вечер завершается прекрасной музыкальной композицией «Марадона». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маракана и Ацтека Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok